Бандитизм. В уголовном праве одно из наиболее опасных преступлений против основ государственного управления и социального общества. Уголовное законодательство различных государств не всегда предусматривает специальный состав преступления. Бандитизм. Однако в законодательствах многих стран есть близкие этому виду преступления составы. История. Банда. В средние века банды назывались отряды рыцарской и другой конницы, а иногда незаконных формирований от лент. А познавательного знака в виде нарукавной повязки, применявшийся в боях пестро одетыми наемниками времен позднего средневековья. Бандой также назывался отряд ландскнехтов, занимающихся мародерством, грубо лиц занимающихся бандитизмом. В России термин «банда» стал общеупотребительным со времен польского восстания 1863 года, так как польские повстанцы называли свои отряды партиями или «бандами». В смысле юридического термина слова «банда», употребляемая некоторыми западными законодательствами, например, французским, соответствовало термину «шайка» в имперской России. Борис Львин писал «Борис Львин еще раз о марш-броске и его сторонниках». Полемика с Модестом Клеровым определением бандитизма в законодательстве СССР Статья 77 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года определяла бандитизм как «организация вооруженных банд с целью нападения на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц, а равно участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях с наказанием досмертной казни включительно» в уголовном праве СНГ. Бандитизм 1. Создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группы, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. 2. Участие в устойчивой вооруженной группе или в совершаемых ею нападениях наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. Под бандой понимается устойчивая вооруженная группа людей, тесно связанных между собой целями преступной деятельности и специально объединяющихся для совершения одного или нескольких нападений на государственные, общественные учреждения или предприятия либо на отдельных лиц. О наличии бандитизма свидетельствует совокупность трех признаков. 1. Участие двух или более лиц. 2. Вооруженность хотя бы одного и осведомленность об этом всех членов банды. 3. Сплоченность и организованность. Участников банды может быть вооружена не только оружием, хранение и ношение которого запрещено законом, но и любым другим оружием, а также предметами, специально приспособленными для нападения и поражения людей. 4. Бандитизм считается оконченным преступлением с момента организации вооруженной банды, даже если эта банда и не произвела ни одного нападения, так как сам факт создания вооруженной банды представляет большую опасность. 5. Уголовной ответственности подлежат лица, организовавшие вооруженную банду, а также лица, вступившие в такую банду. 6. К ответственности за бандитизм привлекаются люди, достигшие 16 лет в массовой культуре банды, фильм про Ореховскую ОПГ, бригада бандиты, банды Нью-Йорка, организованная преступность. 7. Уголовной ответственности